В Украине вскоре может исчезнуть госэкоинспекция. Министр экологии Остап Семирак обвинил этот орган в коррупции и предложил его ликвидировать. И на этой неделе правительство приняло соответствующее решение. Начнут с территориальных подразделений, под нож попадут инспекции и в западных областях. Что будет с лесом, на продажу которого, напомню, действует мораторий, выясняли наши корреспонденты. Ликвидируют подразделения экоинспекции в семи областях. Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Полтавской, Ривненской, Черкасской и в Киеве. Вместо них будут новые структуры. Межрегиональные территориальные округа. Какие? На своей странице в фейсбуке написал министр экологии. Оказывается, подразделения объединят. Но когда это произойдет, на местах не знают. Идет реформование государственных органов влады. И планируется сделать пилотный проект и объединять Ивано-Франковскую, Черновицкую область, Карпатский природоохоронный округ. Пока инспекторы работают в обычном режиме. И жалуются. Материально-технической базы нет. Даже машины приходится под час заправлять за свой счет. Практично машины все застарели. На одного инспектора в день выдаётся 100 грамм бензина. Величезно. Колькість бензина можно объехать всю область за один день. Да и сотрудников мало. На всю область шесть инспекторов. Они должны уследить за всеми незаконными вырубками в регионе. Я чекаю на то, что будет реально увеличение заработной платы. Платнее, что инспекторы простые будут иметь достойную заработную зарплату. Будет обеспечивание паливно-мастельными материалами у нас. И будем работать еще в лучшем, в большем обществе. Но вот местные активисты настроены не столь оптимистично. Говорят, в эффективность этой реформы не верят. Скорее, наоборот, ожидают, что работа экоинспекторов только ухудшится. По мнению активистов, нововведение не более чем попытка оптимизировать количество инспекторов на местах. Андрей Кровец, Жанна Дудчак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивана Франковская.